Чем болеют декоративные растения и как их защитить от опасности? Ответы на эти вопросы были озвучены на семинарии в научно-исследовательском институте фитопатологии. В Большие Визюмы приехали специалисты со всей России, владельцы питомников, компаний, занимающиеся зелеными насаждениями и садоводством. Научные наработки специалистов института вызывают неподдельный интерес. Пытаюсь быть в курсе последних событий, происходящих в сфере производства посадочного материала, поддержки, научной поддержки последних разработок, что позволило выращивать качественный посадочный материал и просто поддерживать хорошие отношения с наукой. Наш район очень молодой, можно сказать, в плане строительства и новаторских идей коллег, коттеджного строительства. Поэтому такие вопросы, как какой газон будет перед вашим домом, какой сад мы хотим разбить или какая теплица будет у нас за домом, мы, конечно, хотим это все знать. И для того, чтобы суметь сделать красивый и ландшафт, и очень функциональным и удобным наш дом, у нас возникают вопросы. Какой материал мы должны для этого использовать, какими способами за ним ухаживать. И, конечно, как сделать так, чтобы наш сад и газон очень долго нам хорошо служили. Особенности климата – большое количество осадков и высокий снежный покров. Зачастую становятся причиной загнивания и потери внешнего вида садово-декоративных культур. Чем поражено растение и как его лечить? Определение первопричин происходит в лаборатории. Отделение молекулярной диагностики работает ежедневно. Сюда привозят растения из разных уголков России. Исследование длится от недели до нескольких месяцев. Все зависит от сложности задачи. В нашем отделе существует несколько лабораторий. Она включает четыре лаборатории, каждая из которых отвечает за определенное направление. Одна лаборатория у нас отвечает за мониторинговое направление, за диагностику вредных организмов, в том числе не только сорных растений, которые очевидны, но это и насекомые, это невидимые глазу грибы и бактерии. У нас есть лаборатория, которая отвечает за способы диагностики. Мы используем современные научные методы, научные инструментальные методы, в том числе всем на слуху хорошо известный ПЦР-анализ, молекулярно-генетические методы. Сотрудники института ведут активную научную деятельность. Федор Жуков, заведующий лабораторией фитотехнологического аудита, уже несколько месяцев проводит опыт, создает модель газона с одуванчиками и травой, на которой потом можно будет испытывать препараты для борьбы с назойливым растением. Опыт начался в прошлом году осенью. Эти одуванчики выкапывались в ноябре из-под мерзлого грунта моими коллегами со мной. Это уже вторая волна опыта. Первый вариант оказался не очень удачный, все одуванчики погибли. За три дня семинара его участники успели обсудить нюансы использования агротехники в создании газонов, организацию производства в зеленом хозяйстве, а также способы защиты декоративных растений в питомнике и частном саду. Все озвученные рекомендации будут реализованы на практике. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.